Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Какой вид обороны более выгоден» или «Наиболее выгоден». Написана статья во вторник, 29 сентября 2020 года и так начинаю. К сожалению, я не зафиксировал, кто мне задал этот вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего выяснить, сколько видов обороны есть в футболе и какие они. И уж только потом можно будет решить, как вид обороны более выгоден. Официальная футбольная наука и практика не дает ответ на этот элементарный вопрос. Футбольные тренеры применяют термин «позиционная оборона» или «персональная опека», но последний термин совсем не обязательно, чтобы относился к оборонительным действиям. Можно в фазе атаки потерять мяч и тут же организовать коллективный отбор мяча с применением персональной опеки. Разве команда, сделавшая подобное, обороняется, находясь в непосредственной близости от штрафной площадки соперника. В очередной раз говорю о ясности мышления и понятийной ясности, иначе все в голове перепутается и получится каша, а не профессиональное понимание вопроса. Итак, давайте в самом начале определимся с видами обороны в футболе. Современные тренеры оперируют лишь одним видом обороны, озвучивая термин «позиционная оборона». Никаких других эпитетов и прилагательных слова обороны я не слышал. Об опеке мы уже говорили и выяснили, что персональная опека или любые попытки перехватить мяч у соперника – это не что иное, как отбор мяча. Но отбор мяча не всегда связан с обороной, как мы уже выяснили. Какие же есть еще виды обороны и есть ли они вообще? Если ни о каких видах обороны, кроме позиционной, ничего спецы не говорят, то может быть их и нет вовсе? Как вы думаете, ребята? Давайте закончим с позиционной обороной, а потом уже будем двигаться дальше. Дело в том, что я хотел сделать уточнение. Оно не принципиальное, но я бы сказал уточняющее. Когда мы говорим о позиционной обороне, то имеем в виду то, что почти все игроки команды располагаются на ближней к своим воротам половине своей половины поля. Понимаете меня? Ведь можно выдвинуться к центральному кругу и таким образом вести позиционную оборону. Правильно? Но, как правило, свои ряды обороняющихся команда так не растягивает и предпочитает не удаляться от своей линии ворот дальше 25-30 метров. Поэтому я бы назвал такой вид обороны территориально-позиционной обороной. Подразумевая, что территория такого вида обороны это половина своей половины поля, прилегающей к лесовой линии поля. С этим разобрались. Как еще можно обороняться? Можно еще обороняться позиционно-персонально. Здесь все очень просто. Обороняясь позиционно, защищающаяся команда берет под персональный контроль самых опасных игроков соперника. Не путайте такой вид обороны с персональной опекой. Персональная опека это нейтрализация игрока соперника с первой до последней минуты матча. Когда же мы говорим о позиционно-персональной опеке, то имеем в виду то, что самые опасные игроки соперника берутся под персональный контроль только в фазе обороны. Есть еще один вид обороны, который официально не проявлен в футбольной практике и теории, но он существует, несмотря на игнор футбольных специалистов. Это молниеносная оборона. Если существует такое понятие, как молниеносная атака, то должно существовать понятие молниеносная оборона. Ведь если есть молниеносная атака, а нет молниеносной обороны, то шансов у защищающихся совсем нет. Согласны? Разве что брак в игре нападающей команды. В каких случаях можно всерьез говорить о молниеносной обороне? Если обороняющиеся успели сформировать коренную линию обороны, то ни о какой молниеносной атаке речи идти не может. О молниеносной атаке, как и о молниеносной обороне, можно говорить тогда, когда нападающие обороняющиеся команды получают первый контратакующий пас и делает разрезающую передачу партнеру, который получает мяч за спиной защитника и на всех парусах мчится к воротам соперника, не имея на пути ни одного соперника, кроме вратаря, который уже потихоньку начинает выдвигаться вперед, сокращая угол атаки для игрока, владеющего мячом. В чем же смысл молниеносной обороны, если ее как таковой уже нет? Ведь на пути нападающего только один вратарь. Но не спешите с выводами. Игроку с мячом еще предстоит пробежать 20-30 метров, прежде чем он ударит поворотами или сделает передачу партнеру. На протяжении этих двух-трех десятков метров может случиться многое. Во-первых, обороняющейся команде не нужно распускать сопли и опускать руки. Те, кто противостоит нападающим, должны первым делом обезопасить себя от паса тому сопернику, которому может последовать передача. Молниеносная атака происходит, как правило, двумя и намного реже тремя игроками нападающей команды. И когда один из игроков рвется к воротам и догнать его нет возможности, то нужно сосредоточиться на блокировке возможного паса партнеру, нейтрализовать активность которого можно, так как его настигает защитник. Не нужно беспокоиться и рвать на себе волосы по поводу недосягаемости соперника с мячом. Не нужно паниковать. Не забывайте, что в команде есть еще вратарь. Почему я на этом делаю акцент? Потому что очень часто защитники инстинктивно со всех ног мчатся за игроков с мячом, пытаясь всеми правдами и неправдами его догнать, забывая о возможном пасе, что бывает очень часто. Если же перекрыть все возможные передачи, вместо того, чтобы пытаться достать игрока с мячом, то тогда перенаправления мяча в пустые вороты уже не будет точно. А что будет? Будет выход один в один, что никогда не было гарантии гола. Игрок, выходящий один в один с вратарем, волнуется намного больше, нежели тогда, когда пробивает пенальти. И мяч очень часто летит либо во вратаря, либо мимо стойки, либо над перекладиной, либо нападающий нерасчетливо отпускает мяч от себя, так что вратарь успевает его накрыть или выбить из-под ног. Вам знакомо подобное? Я видел такие игровые ситуации сотни раз за свою жизнь. А вывод прост. При такой опаснейшей ситуации самое главное перекрыть пас партнером бегущего с мячом, чтобы не было замыкания мяча в пустые ворота. То, о чем я сказал, не дает никаких гарантий защиты ворот. Но все же такой подход к обороне дает хоть небольшой, но шанс избежать взятия ворот. Есть еще один вид обороны. Я бы этот вид назвал оборонной персоналкой. Все очень просто. Еще до игры тренер, просматривая игры соперника, либо с помощью видео, либо присутствуя непосредственно на их игре, определяет для себя тех игроков, которые наиболее опасны для его команды в фазе атаки соперника. Допустим, он выявил для себя трех таких игроков. Это Иванов, Петров и Сидоров. Во время атаки команды к этим игрокам такое же отношение, как и всем другим игрокам соперника. Но стоит команде потерять мяч, как назначенные игроки твоей команды тут же берут под жесткую опеку Иванова, Петрова и Сидорова. Строя свою атаку именно через этих футболистов соперник будет парализован и начнет ошибаться, теряя свой атакующий потенциал. Это, ребята, тоже своеобразный вид обороны через адресное противостояние. И в заключении хочу вас познакомить с таким видом обороны, до которого современному футболу расти и расти. Ближе всех такому виду обороны был Лобановский, который вывел командный навык коллективного отбора на очень высокий уровень в 70-е годы прошлого столетия. Но и его труды мало что дали бы, так как для реализации этого вида обороны нужна железная дисциплина плюс язык жестов и кодовых слов. А всего этого у Лобановского, как и у всех его современников, не было. А теперь по сути. Представьте, что ваша команда откатилась к воротам и намерена территориально-опозиционно обороняться. Соперник спокойно проходит отданной вашей командой центр и приближается к фронтальной линии обороны вашей команды. Другими словами, происходит все так, как это должно происходить при территориально-опозиционной обороне. А фишка в следующем. Атакующая команда делает при такой обороне много поперечных передач, которые игру не обостряют. Обороняющиеся очень зорко следят за действиями соперника и ждут момент, когда один из соперников оказывается в ситуации, когда его партнеры не открыты, когда им лень выходить в свободные зоны, когда у игрока с мячом нет вариантов передачи мяча, а его личная техника оставляет желать лучшего. В этом варианте обороняющаяся команда уже не держит дистанцию, а по кодовому слову, скажем, капитана команды или по его жесту и слову одновременно делает веерный рывок к игрокам соперника. Этот колющий соперника веерный выпад исполняется так, что один игрок очень мощно и со взрывной скоростью набегает на соперника с мячом, а несколько его партнеров такими же мощными рывками перекрывают возможное направление короткого паса партнерам, даже если успешность таких передач сомнительна. В этом случае нападающая команда с очень большой вероятностью теряет мяч, чего и добивалась обороняющаяся атака. Вариантов обороны я привел, как мне кажется, достаточно и знакомясь с ними, надеюсь, что тренеры задумываются над некоторыми из них. Но халявы здесь не предвидится. В любом варианте тренеру нужно будет много работать, чтобы довести избранный вид обороны до удовлетворительного уровня. А теперь мой ответ на поставленный вопрос в названии статьи и ролика. У меня нет желания делать сравнительный анализ этих видов обороны, так как я четко знаю и понимаю, что бы делала моя команда при атаке соперника. Все очень просто. При потере мяча моей команды она сразу же переключилась бы на коллективный отбор мяча, сразу перекрыв центр поля, дав сопернику единственный шанс продолжения атаки это длинные диагонали, чтобы можно было с помощью дальнобойной артиллерии пройти одним дальним или сверхдальним пасом в центр поля, нафаршированный соперниками. Да, моя команда действовала бы именно так, сознательно пойдя на возможность сделать соперникам дальние диагонали. Почему так, вы прекрасно понимаете. Ведь для успеха нужно не только сделать точную диагональ, но и суметь успешно обработать мяч и продолжить атаку, имея заранее варианты передачи мяча партнерам атакующего соперника. Возможно ли это? Да, возможно, но с мизерной вероятностью. Единственный минус в такой игре – обеспечение в тренировочном процессе очень хорошей физической подготовке игроков. Но не думайте, что команда будет на протяжении 90 минут постоянно заниматься коллективным отбором в случае потери мяча. Доведя счет в игре до разницы в мяча, игроки могут уже заслуженно отдыхать в обороне, перейдя в глубоко сидящую позиционную оборону, отдав сопернику не только центр, но и зону исполнения ударов со средней дистанции. Это также можно спокойно делать, так как с ударным искусством у практически любого соперника очень большие проблемы. При перехвате мяча никто в атаку не пойдет, а будет исполнен тупой и далекий вынос мяча с приглашением соперника к очередной атаке. Отдохнув в таком варианте минут 10, команда снова может перейти к активным действиям. Пора заканчивать, а то я снова очень увлекся. Пока!